всем доброе время суток с вами канал лоха 54 и я владимир попался мне тут шарпотреб вот такой то есть старый стол и привезли мне балясину вернее столб с лестницы где-то купили и попросили сделать нижнее основание и вот я вам хочу показать не как сделать так сказать из гомна конфетку как сделать лапки вот такие вот как на столе малый так сказать кровью кто-то спросит стол должен быть на выходит это видео ну стол на самом деле вот он стоит вот он заморожен пока а почему заморозился а потому что к нему присоединился еще книжный шкаф сейчас я вам покажу его вот то есть я стол вот он книжный шкаф стоит три дверки снизу три маленьких и 3 под стекло будет ну и я стол не стал доделать то есть сделал но еще там остались ящики думаю подтяну шкаф а потом это и продолжу их обои уже там но конструктивную ему покажу как мало кого интересует там финиш в основном как это сделано и поэтому следующее видео сделаю про стол и стол соберу покажу как он сделан там тоже все просто мебель на пазах я уже показывал вот и чтобы сделать лапки сначала конечно делается шаблон вот такой шаблон простенький вот так они будут стоять там без разницы как кто какую форму сделает ну и сейчас я вам расскажу как сделать вот такие вот ножки или лапки там по-разному их называют малой кровью так сказать что сразу раз и туда их воткнул и все готово и так как я уже сказал делается сначала шаблон потом берем угольник и выставляем какое надо нам касание вот таким методом струбцинку и все это хозяйство так сказать удобно вот так это хозяйство позиционируем как нам надо вот таким методом потом берем карандаш и делаем линию раз и все на этом все шаблоном потом берем заготовку для ножек точно мне 30 миллиметров и прикладываем вот таким вот методом запасом запасом то есть наши оставляем там 23 сантиметра кому как удобно и сносим вот это где мы линию рисовали сносим вот так вот с двух сторон вот таким методом и делаем тоже линию и на торцовке по линии все торцуем то есть это у нас будет угол наклона для ножки после того как от торцевалась от торцевались доски и приклеиваем вот такой тупорчик фанера 5 миллиметров у меня здесь и прям по линии видите все приклеено и саморезик продублировал то есть таким методом это и будет наш наклон заготовки под углом от торцованы теперь идем на фрезер и режем шип вот так вот настроивая фрезер то есть поставил планку выпустил настроил толщину шипа вот вот такой заготовки просто и теперь простым методом вот так вот проводим и зарезаем шип это можно делать не обязательно на стационаре то есть это же самое все делается пазовой фрезой но простым фрезером столе и все режем шип зарезаем шип и и и и и и и вот и все готово тут нас сильно чистота не интересует абсолютно то есть это мы все в середине будем вырезать ну и пойдемте теперь позиционировать шаблон прикладываем шаблон как мы срезали углу вот делаем упор и таким методом у нас быстренько все спозиционировалась вот и все там примыкает примыкает и обрисовываем уже ножку вот таким методом и у нас уже ножка с примыканием просто когда вы если начнете сразу вырезать форму то здесь уже какие-то линии все это позиционировать очень будет сложно а так все просто сначала шип потом форма и все будет элементарно ну все сейчас я это все вырежу и покажу ну и после того как вырезалось все на ленточке крепим шаблон то есть просто берем также все делали до этого упираем вот и он сам ложится куда надо таким методом то здесь все примыкает прикручивать буду на саморезы а потом просто за шпаклюю не думаю что от этого станет хуже потому что здесь качество вам видите все надо больше поклевать водить и сама столешница поэтому обычно я делаю либо наколы в там гвоздики такие либо двусторонний скотч но тут совсем другой случай ну что прикручиваем шаблон вот так прижимаем эту сторону что полежал все хорошо и закручиваем кстати мне пришел поют спрашивали ребята живой очень живучи крепкий интерскон уже одна батарея померла ну и все идем фрезеровать поставил шейперную фрезу с подшипником тут без разницы то есть хоть фрезером в столе там как обкатывать тут уже никого не надо и учить уже все знают давно ну все крутим а ну вот все собрал все у нас пришло но надо сдавить щелки еще присутствует просто ничего не сдавлено осталось снять кромки и все на место вклеить и на этом нижняя часть будет закончена ну и конечно же надо снять потемок чтобы прикрыть про уши ну я с двух сторон снял чтобы шип заходил как надо ну и теперь снимаем кромки ну вот нижнее основание закончена то есть уже кромки сняты все уже вклеил все у нас как надо видать что кромки сняты вот так хорошо вот кому интересно было про лапки то на этом все а кому интересно как я еще приделаю сюда вот эту столешницу то смотрим дальше сейчас займемся есть вот так собственно выглядит это основание то есть стол разве раздвижной песню в реке с вас хвостом так что все сделано и дальше там уже с ним как говорится уже семеро померло ладно не знаю куда он на дачу или куда это мне интересно мне сказали вы сделать основание делаю все так что ребят не задавайте вопросы куда этот стол зачем даже без понятия сейчас это вытащил обе половинки перевернем и будем дальше с ним работать и так сделал такие вот царги или как назвать перемычки вот и установил вот так он брус это обрезок от столба и теперь сейчас вторую так вот здесь все так сказать обниму вот этот квадрат поставлю сюда перемычки и все это закреплю к этим вещам и вот сюда вторее солнцем море завязать из первого закреплена и это сейчас также сделаю потом сюда поставлю перемычки и стол будет прям туда входить ну и на самой основе проклею так плинтус чтобы он не провалился да и здесь будет болтится одним болтом то есть он будет разборный вот разобрать не получилось ее у нее вот они видите ограничители стоят на ничего не хочу тут сады пускай самореза не там выраживали туда час полезешь еще больше блин наворочить что-то и поэтому разобрать ее не получилось придется все подводится саку за по месту ладно делаем дальше ну вот собрал эту конструкцию вот так вот обвернул стол столб и это теперь он плотно туда входит видите все с клеем сделал и заходит ну и просто будет тут на эту штуку одеваться и здесь сейчас плинтус упору там проклею чтобы он не провалился да ну и на этом все будет и посмотрим на что это будет похоже сейчас наделаю чуть-чуть еще вот ребят подогнал я эту сюда уже вот так это выглядит все такому ракурсе стол интересно такой как пропеллер какой на моторный винт на какой-то похоже быть вот все сейчас плинтус проклею и завершим ну вот собственно и плинтусом обклеил вот такой упор так это если вытащить раз вот так вот все получается и все на месте принципе можно его как-то здесь заболтить или там саморезами покрутить прикрутить тут уже пожелание если не таскать то он и так будет стоять никуда не денется даже можно вообще иметь чего не скручивать ничего ну вот наконец-то это чудо доделал ну так это все выглядит вот такого плана ну вот этот квадрат конечно здесь не к силу не гордо но мне как говорится сказано сделано выглядит конечно совсем необычно как такой стиль называется эклетика когда соединяют кучу стилей блин вообще на четырех ногах когда-то было но сейчас видите на одну ногу перебрался ну вот так это все выглядит ну ладно на этом все всем удачи до встречи